Всем добрый день! Сегодня я решила приготовить маковую сдобу, рулеты с маком и не только. Я хочу вам показать несколько видов изделий, как можно сделать рулет или сдобу с маком. У меня уже готовое дрожжевое тесто. Рецепт и способ приготовления вы можете найти под этим видео по ссылочке. Именно сдобное дрожжевое тесто. Что нужно сделать в первую очередь? Я поделю это тесто на 4 равные части. Я буду делать 4 изделия с маком. Примерно делю на глаз. Подкатать тесто в шарик и дать ему немножко подойти. Для того, чтобы легче оно поддавалось разделке. Тесто немножко полежало. Начну делать рулеты. Прежде чем разделывать тесто, я включила духовку на разогрев. Духовочку включайте на 180-200 градусов. Учитывайте особенности своей духовки. Потому что изделие крупное. Горячую температуру давать нельзя, потому что они сгорят. Хочу вам показать самый простой способ сделать рулет с маком. Это самый обычный рулет. Самое легкое его сделать. Раскатывается тесто таким прямоугольничком. Нажимайте равномерно на качалочку, чтобы тесто было кругом одинаковой толщины. Обязательно перевернуть гладкой стороной вниз. Еще раз подкатывать. Немножко его выровнять. С этого куска я отрежу тесто на украшение. Начинка маковой у меня уже готова. Как ее приготовить, вы сможете найти тоже на моем канале. Будет ссылочка под этим видео. Равномерно распределить начинку. По всей площади тесто. Видите, начинка не жидкая. Она должна себя хорошо повести при выпечке. Жидкая начинка всегда прорывает тесто при выпечке. Потому что влага ищет выход при кипении. Вот так вот старайтесь краешком, чтобы, когда вы будете нарезать рулетик, чтобы у вас мак был во всех кусочках, не только посередине. Теперь осталось его только свернуть. Так, старайтесь, чтобы ширина кругом была одинаковой. И вот теперь защипнуть вот этот шов. Вот такой вот рулет. Самый обычный, самый простой способ, как сделать рулет с маком. Вот так вот я его буду перекладывать на противень. Противень я приготовила самым простым, удобным способом. Я положила пергаментную бумагу. Ничем не смазывала. Вот перекладываю рулетик. Ложу его так, чтобы ему было место, куда подходить. Вот. И сюда он может подойти, и сюда. Сейчас я его украшу. Для этого раскатаю жгутик из теста. Тоже равномерно прижимаю, чтобы этот жгутик был одинаковой толщины. При раскатывании скалкой получится у нас такая ленточка одинаковой ширины. Это самый простой способ украшения рулетом. Любой начинающий, любитель или кондитер, или как сказать, может легко повторить. Может быть и даже сделать лучше. Вот так вот растягивая серединку. Вот такой вот получается рулет. Рядышком я положу рулет другого вида. Раскатываю тесто точно таким же образом. Придаю ему ту же форму. Форма прямоугольника. Тоже старайтесь одинаковой толщины. Обязательно перевернуть гладкой стороной вниз. Она тогда будет сверху. И опять распределяем начинку равномерно. По всей площади рулета. Если то рулет закрытый, начинки не видно, то этот рулет будет открытый. Начинка будет видна. Будут видны все слои теста. Так что, чем равномернее мы распределим начинку, тем красивее будет рулет. Тоже сворачиваем плотненько, чтобы не было воздуха. Рулетик должен быть плотный. И обязательно защипнуть шов. Теперь мы этот рулет располагаем так, чтобы шов был сбоку. Вот вам его видно. Немножко Немножко его придавливаем. И нарезаем на полосочки примерно вот такие вот. В палец толщиной. Равномерно, видите, ниту резаем до конца. Теперь переворачиваем его на шов. И укладываем этот лепесток. Мы располагаем посередине. А эти выкладываем так вот по краям. Вот такой вот рулет. Видно и начинку, и мак. Вот такой вот рулетик получается. Вот такой вот рулет получился. Сейчас я его осторожно перекладываю на противень. И даем ему время подойти. Вот эти два рулета уже полностью сделаны, украшены. Им осталось только подойти и испечь их. И такие вот рулеты. Еще один вид сдобы с маком. Это рогалик. Делается он по принципу рулета, только выкладывается немножко по-другому. Раскатываем. Все так же. Переворачиваем. Придать надо обязательно ему правильную форму, чтобы тесто ровненько скрутилось, было одинаковой рулетик, чтобы было одинаковой толщины. И опять распределяем начинку. Тоже равномерно по всей площади теста. Только вот теперь скрутить его нужно не так, как рулет в длину, а вот так вот в ширину. Тоже плотненько, чтобы меньше попадал сюда воздух. Тоже защипываем край и немножко подкатываем. Выкладываем на шелчек и нарезаем и нарезаем не глубоко, не так, как тот рулет, а меньше половинки. Не дорезая до середины. Делайте одинаковые надрезы. Вот с этой стороны я вам показываю, какие надрезы должны быть. Видите, сверху вот не дорезая до середины. и теперь мы его просто правильно положим на листик. Взять его аккуратненько и вот так вот согнуть. в форму подковки или рогалика и вот в этой стороне вот в этой стороне видно вся красота этой стопы. и последнюю стопу мы делаем раскатываем тоже точно так же. точно так же надрезаем, только немножко по-другому его выкладываем. это у нас будет больше похоже на рогалик, не на подковку, а на рогалик. тоже выкладываем мак. Вот у меня разошлась вся начинка. равномерно распределяем. так же само скатываем плотненько. чтобы было плотнее немножко подтягивайте тесто. и тоже защипываем край. здесь кончики немножко подкатать, чтобы они были потоньше. кладем краешек сбоку. нарезаем так же само как тот рулет, не дорезая до середины. только выкладываем срезами наверх. вот таким образом. вот так вот и перекладываем на листик. вы видите, что при при одинаковой будто бы скручивалось все одинаково, по-разному положили надрезы, получается уже совсем другой вид. так, ну вот теперь посмотрим, что у нас получилось. вот такой рогалик. один, вот другой. и вот такие вот два рулета с маком. вот теперь им нужно подойти и выпечься. перед выпечкой я их обязательно смажу яйцом и точное время укажу вам в описании или скажу, сколько они выпекались. ну вот такие вот рулеты и маковая сдоба у меня получились. выпекались они полчаса при температуре 200 градусов. многие меня просят, почему я не разрезаю, не показываю в разрезанном виде изделия. вот я один рогалик разрезала. видите, сколько слоев. ну и на сыром тесте было видно, когда я разрезала, вот сколько слоев получается. ну вот и мягкое, вкусное, сдобное тесто, вкусная маковая начинка. все вы сможете найти у меня на канале. так что пользуйтесь этим рецептом, творите красоту, приятного вам чаепития, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, всем удачи! субтитры сделал DimaTorzok